JustNative. Первое нативное питание. Всем привет, меня зовут Миндруль Дмитрий и я представляю школу сноуборда Миндруля, где мы учим кататься людей в любом возрасте и на круглогодичной основе. Я в сноуборде в районе 15 лет, являюсь мастером спорта, призером чемпионатов кубков России и являюсь призером кубков Европы, а также в районе 10 лет я был в сборной России основным составом в дисциплинах Half-Pipe, Slop Style и BGR. Ну а может человек просто взять, сесть, встать на доску и поехать вместо того, где всего? Я думаю, что нет. Точнее, он может поехать, но все равно это закончится падением либо какими-то неприятными последствиями, без какой-либо нужной информации. Но постепенно, если без инструктора, то падениями человек поймет, как кататься. Но с инструктором это ускоряет процесс и человек осознанно начинает кататься. Привет, меня зовут Настя, это Мотиватор и я постараюсь за час научиться кататься. А вы посмеемся. Тренировка всегда первая. Начинается именно с прямого участка, где делаются специальные подготовительные упражнения, только после этого можно идти на склон. Ощущение, в какой набой будет удобнее ехать. А можно я все? Там высоко, мне кажется. Там высоко, где-то, где-то, где-то. Короткие, короткие, короткие. Начальное упражнение подготовительное, чтобы начать чувствовать доску под собой, правильно распределять вес тела и, соответственно, это поможет нам в дальнейшей тренировке именно уже на склоне. Вот здесь и начинается самое страшное. Боюсь. Капец. Тормозили. 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 Я даже не сразу упала. Вау. Ноги снова мои. Поехали! Впечатления хорошие, все получилось с первого раза. Достаточно быстрый прогресс, и это самое главное в тренировках, чтобы был прогресс. Ага, сколько тренировок ей еще примерно надо, чтобы она сама могла спутаться? Я думаю, что несколько тренировок и уже будут самостоятельно получаться повороты. Сейчас мы находимся на базе школы Олимпийского резерва по сноуборду, где в сентябре месяца будет проходить набор детей, бесплатные группы сноуборда на спортивную подготовку с 8 до 9 лет. Всем, кому интересен сноуборд как вид спорта, ждем вас, будет интересно. А для тех, кто увлекается сноубордом как хобби, мы ждем в школе сноуборда Миндруля на регулярные тренировки в течение всего зимнего сезона. Было очень страшно, когда отпускали руки, потому что такое чувство, что еще вот-вот, еще немножечко, все, упадешь, там, плетишь вниз, даже если там не высоко. Но было очень здорово, мне понравилось. И самое тяжелое, это, наверное... Как это называется? Ёлочка, да? Ёлочка. Ёлочка. Подписывайтесь на канал Мотиватор, спасибо за просмотр. Что-то я как в кино, спасибо за просмотр. Приходите еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА